Я расскажу вам историю, что должна вселить в вас веру. Это касается меня, но также прольет свет и на вашу ситуацию, и возможно поможет вам в вашем путешествии. Моя история длиною в 5 лет, уникальна как и большинство, потому что все они имеют начало, середину и конец. Сейчас я на середине. Что бы ни случилось дальше, в конечном счете, ребят, это не определяет весь путь. Успех или неудача не определяют личность. Ничто из этого не должно оставлять отпечаток на тебе. Если ты стал полагаться на свои прошлые успехи, ты теряешь бдительность. Если ты боишься неудачи, ты парализован. Очень важно, чтобы ты понял это, потому что многие считают, что однажды достигнутый успех будет кормить их и дальше. Добившись успеха, они забывают о характере, о своей изначальной мотивации. На каком-то этапе все стопорится, они начинают жить прошлым. Они существуют, но не живут. Ничтожный исход. Это никчемность. Мой путь забрал у меня все, что у меня было. Я вложил туда эмоции, душевные страдания, финансы, физическую силу. Столько пота, крови и слез я потратил на это. Чтобы однажды мой новый проект появился на свет. Столько времени все это висело на волоске. И только надежда и вера помогла мне продолжать дальше. Если бы я жил по общественному кону, действовал как все, наверное, я бы утопился годами ранее. И только моя вера, вера моей команды в этот проект, в сто крат сильнее неверия толпы. Еще пока нет денежных чеков за те годы инвестиций, той отдачи за эмоциональный вклад. После всех этих страданий, но я все еще здесь. Я намного сильнее, настолько горд и ощущаю жизнь, что если бы у меня не было ног, я бы все равно прошел этот путь. Никогда во время своего пути не теряй ориентир горизонта. Никогда не забывай, куда ты идешь. Потому что каждый день ты на войне, и либо побеждаешь, либо проигрываешь. И тогда ты погружаешься в пучину воды, начинаешь пускать пузыри. Всегда внутри себя держи картину долгосрочной цели. И именно она дает тебе несгибаемый стержень в те моменты, когда все как по закону подлости против тебя. В тот момент у тебя ничего не будет получаться. Надежда ослабеет и будет висеть на волоске. В такой ситуации, черт подери, можно реально не выдержать эмоционально. Потому что под тебе хорошенько пройдутся. И тут начинается риск. Огромный риск. Если тут я использую слово азарт, то самая распространенная реакция будет негативная. Сразу образы Лас-Вегаса, денег, рулетки. Азартные игры это сильнейшее заболевание, которое разрушает семьи и личности. Но все, что ты знаешь о азартных играх, это только вершина айсберга, внутри которого спрятана проблема. Настоящая проблема азартных игр не в Вегасе и не за столом игры в покер. Она существует прямо в тебе, она в сердце. Откуда я это знаю? Потому что когда кто-то смотрит фильм, следит за главным героем, кем бы тот ни был, смотрящий погружается в сцену. И ему, как герою, так же неизвестно, чем закончится фильм. Смотрящий сидит и переживает это. То же самое ты должен ощущать в жизни. Те же эмоции, которые должны появляться, но не могут. Из-за твоего бездействия. Зато тебе удобно и не страшно, ведь нету рисков. Почему ты на это соглашаешься? Потому что дерьмо, к которому ты так привык, так ценным для тебя. Если ты ограничен этими вещами, ты ограничен в росте. Это все равно, что преуспеть в чем-то и потом просто пойти в обратном направлении. И что же с тобой будет дальше? Ты будешь грустный, ты будешь злой, в депрессии, смотришь из-подолба на чужие достижения. Ты ненавидишь их, начинаешь критиковать других людей. Так как же не бояться сделать первый шаг? Я просто рассчитываю на себя. И когда ты рассчитываешь на себя, ты никогда не проиграешь. Ты учишься на бесценных ошибках и не повторяешь их в следующем устремлении. И так ты продолжаешь. Ты не остановишься, так как не будет конечной точки. Нет предела или того места, где есть финиш и где ты скажешь, ну вот я сделал все, что должен и наконец-то от меня ничего не требуется. Ведь не ради этого ты начинал свое путешествие, а ради непредсказуемого переживания. Твое сердце бьется на максимальных оборотах. Пальцы рук немеют, и ты понимаешь, что это и есть жизнь. Хватит уже заниматься накоплением, дорожить своим статусом. Нельзя зацикливаться на таких вещах. Но если тебя все устраивает, я надеюсь, тебе этого хватит, потому что вряд ли прожектор успеха снова выберет тебя. Если деньги попали на игральный стол, сразу начинается сражение между реальностью и вымыслом. Потому что когда крупье кидает карты лицом вниз, тебе нужно, чтобы выпало шесть. Затем ход игры меняется, и каждый раз ты надеешься на что-то. И когда все идет не так, как хотелось, ты проиграл, ты подавлен, ты испуган. Но ты не хочешь остаться побитым. Потерять деньги. Правило гласит, что ты беспомощен, когда попадаешь в плен иллюзий. Теперь ты обычный раб. Ты больше не управляешь этим шоу, потому что эти вымыслы поглотили тебя. Деньги, что лежат на столе, забудь о них, их уже нет. Они уже ушли. Так должно быть. Если это так, то ты сможешь оценить ситуацию без эмоций. В жизни всегда на кону твой потенциал. Где ты можешь быть и где ты сейчас. Каждого однажды прижмет к земле. Вопрос в том, кто поднимется. Неудача ведет к успеху. Кто-то придумал определенный титул, и другие пытаются завоевать его и никогда не получают. Знаешь почему? Потому что они преследуют титул. А титул это ничто. Дело в личности, которая своим примером создает этот титул. Ты должен понять, какой у него характер. Что ему пришлось преодолеть, чтобы достигнуть этого статуса, этих возможностей, этого уважения, этого материального трофея, который так его давно ждал. Но на самом деле это вопрос не материальной ценности, а личностного роста. Ты должен создавать свой характер. И когда ты начнешь, ты встретишь поражение везде. Во всем. Каждый темный час. Каждая трудность. Ты делаешь это. И это становится частью тебя, как кирпич прочной стены. Жизнь это преследование прогресса, что потом приравнивается к счастью. Можешь упиваться тем, что когда-то было достигнуто. Бросаешь полотенце. К черту этот риск мне достаточно. Или может выиграть что-то еще. Вот в чем заключается проблема этого азарта. И ты знаешь, что ты можешь сделать это, но ты слишком напуган и обеспокоен. Вещи, которые люди когда-либо сделали, случились после миллионных разочарований, прежде чем заполучить это. Когда я преуспею и выведу свой продукт на рынок, что я буду делать дальше? Я займусь чем-то еще. Это то, что я люблю. Кто-то достигает чего-то. Все люди бегут к нему, чтобы взять интервью. Кто-то делает открытие, и теперь они хотят узнать, кто он. А может это ты? Это то, что называется жизнь. Есть давление, ситуации. Ты не можешь это купить. Ты можешь только заработать это. Когда я добиваюсь успеха в чем-то, я не убиваюсь этим успехом, потому что может начаться обратный отсчет. У меня много достижений, но все это лишь очередные этапы. Когда я взялся за создание своего проекта, я поставил свое имя рядом с ним. Я подписался, черт подери. И если он проиграет, то и я проиграю. Что если у тебя есть идея, и ты в нее веришь, действуешь ради нее? Мечта сбудется. Это лучшее, что может произойти. Но только тогда, когда ты делаешь все правильно. Если нет, то ты будешь оглядываться и думать. А если бы я тогда? Это худший вопрос, который вы можете задать себе. Я миллион раз упаду, но это будет лучше, чем я буду сам себя спрашивать. А может стоило попробовать? Я сделаю, и это будет в 10 раз лучше, чем оглядываться и жалеть о несделанном. А что если? Этот вопрос находится внутри тебя и бьет. И ты никогда не избавишься от этого. Я проявил себя, но у меня не вышло. Это я понимаю. Но в противном случае, каждый день, каждую минуту в голове гуляют мысли. Этот голос, который ты не можешь заткнуть. Не можешь, потому что окно возможностей закрыто. И тебе ничего не остается, кроме как думать, а если бы? Черт возьми. Лучше не допускать такого мужика. Я предпочитаю рискнуть и проиграть. Никогда не допускай ситуации с а если. Полагайся на себя, и ты почувствуешь жизнь. Спасибо за просмотр. Круг чести специально для вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok